Ты был претендентом, номер один, на операцию по пересадке головы. Время этой технологии пришло. А как ты оказался в Майами, во Флорида, Атлантик Университи? Кто-то находит сложности в том, чтобы как-то себя регламентировать, дисциплинировать. Я. В России ты всегда работал удаленно. Как там вообще искал работу удаленно? Для меня никогда не работали сайты по поиску работы. Были ли когда-нибудь твои физические ограничения препятствием для того, чтобы получить работу? Что ты ценишь? В коллегах инженера. Как войти в IT? Ты упомянул о том, что у тебя были некоторые стартапы, да? Расскажи о них. Что это были за стартапы? Я начинал движение в мире стартапов с идеи о том, что можно создать умное кресло. По аналогу с автопилотированной машиной, наверное, для людей, которым по каким-то причинам сложно, либо они просто не могут управлять даже джойстиком, да? Потому что есть заболевания, либо травмы, которые препятствуют этому. Мне хотелось довести управление креслом до либо голосовых команд, либо до команд на смартфоне, чтобы кресло могло безопасно передвигаться по помещению хотя бы, а потом уже в дальнейшем и по открытым пространствам. То есть была разработана система датчиков, достаточно недорогих, которые могли бы крепиться к любому электрокреслу. Было разработано ядро программного включения, которое могло помогать это делать. И прототипы могли настолько точно перемещаться по пространству, что мы делали тестирование в автосалоне, где вакуру стояли дорогие машины. И мы не боялись поцарапать какую-либо из них, потому что настолько точные параметры были заложены в управление креслом. Но этот стартап, к сожалению, не набрал на краудфандинге тех денег, которые мы ощутывали, поэтому у меня пока находится на паузе, до тех пор, пока я смогу его финансировать лично. Еще был стартап, и он, к счастью, сегодня находится в активной фазе, Travel Metrobotics. Это умный чемодан, который следует за своим владельцем. В отличие от конкурентов, которые сегодня есть на рынке, он это делает по достаточно сложной поверхности, то есть ему не страшны ямы, ему не страшны перепады и неровности. И он это делает без каких-либо дополнительных устройств, то есть никакие маячки не нужны, ничего лишнего не используется, только чемодан и твой телефон. То есть он следует за сигналом в телефоне. Была успешная краудфандинг-компания под этот проект. Было собрано порядка 800 тысяч долларов на Indiegogo. Проект был доведен до технологического совершенства, как мы это считаем, и сегодня он находится на этапе выхода на рынок. То есть мы надеемся, что в этом году он появится в магазинах. Здорово, интересный очень проект. Расскажи подробнее о своей роли, чем ты занимался конкретно вот в этом стартапе, умные чемоданы. Конечно. Вообще проект RealMade интересен тем, что это не просто чемодан, это платформа, которую можно использовать для разных целей. Ты можешь не только привозить в нем свои вещи, но и, например, пойти с ним в магазин. То есть он способен нести до 20 килограммов груза. Это очень удобно, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями, потому что он позволяет высвободить руки и управлять креслом. Я, конечно, занимался тем, чтобы адаптировать этот чемодан для помощи людям с ограниченными возможностями. Я занимался R&D и занимался руководством разработки программной части. То есть я не занимался непосредственно кодом, но я занимался консультированием и рекомендациями о том, что необходимо иметь в этой системе, чтобы быть полезной всем людям. Получается, что твой чемодан, в принципе, как ты говоришь, воспажет руки человека. То есть такая физическая возможность, если есть такой чемодан, она не нужна. Дальше больше. Дальше, скорее всего, появятся еще какие-то роботы, и человек себя окружит. И, в принципе, скорее всего, в какой-то момент ему нужен будет только его мозг. Даже, например, голова не нужна будет. Вот как ты можешь прокомментировать это? Ну, я настолько далеко в будущее, наверное, не могу смотреть. Я действительно склонен к тому, что человечество очень быстро, уже в ближайшие десятилетия избавится от какого-то рутинного физического труда. Все это будет возложено на роботов. Конечно, это как-то повлияет, наверное, на многие профессии. Но плюс здесь в том, что люди смогут высвободить свое время, свои знания, свои эмоции для того, чтобы создавать что-то более важное, что-то более высокое, думать о чем-то глобальном. Например, о покорении космоса, скажем, да? То есть, когда все проблемы на Земле будут решены, конечно, это будет не скоро. Я надеюсь, что мы придем к чему-то более осознанному и серьезному, чем то, чем занимаются многие сегодня. То есть, мы сможем, например, полностью уйти от участия человека в транспортной сети, да? То есть, к этому уже приходим сегодня. Также мы сможем, и опять же, в Калифорнии к этому приходят, к тому, чтобы даже в магазинах родинчайной торговли человек мог прийти и выбрать то, что ему нужно, и оплатить все это без кассира. В магазинах типа Amazon Go, по-моему, такого же имена. Конечно, все это будет развиваться, и люди будут заниматься творческими профессиями, будут создавать либо новые программно-технические комплексы, либо адаптировать какие-то профессии, существующие под новые технологии, либо заниматься анализом данных, потому что данных становится с каждым днем все больше и больше, и эффективно их использование. Это отдельная профессия, отдельная большая отрасль. Поэтому я думаю, что у нас еще будет много дел, где мы сможем использовать именно свой мозг и сможем не заниматься какой-то рутиной физической работы. Вот неоднократно в сегодняшнем разговоре проскальзывала тема космоса. Очевидно, она тебя интересует. Как ты считаешь, для чего вообще человеку осваивать космос? Что это нам даст? Слушай, во-первых, это вопрос выживания, потому что у нас замечательная, красивая, богатая планета. Но она всего лишь одна. И астрономам известны случаи, когда планеты прекращали существование, и когда угрозы метеоритного дождя и чего-то еще полностью выжигали жизнь. приходилось ждать много миллионов лет, чтобы это восстановилось. Поэтому мы должны решить, в первую очередь, свою безопасность, подумать о том, чтобы переселиться куда-то еще, где-то создать дополнительные колонии, места для жизни. Это самое очевидное. А чем ты занимаешься непосредственно здесь, в университете? В университете, кроме получения степени магистра, я еще занимаюсь тем, что в лаборатории профессора, который меня всегда пригласил, я занимаюсь проблемами компьютерного зрения, распознаванием эмоций. Причем распознавание эмоций гораздо более точного с тем, чтобы их предсказывать и иметь какие-то возможности для выстраивания поведения в диалоге. То есть, например, это могло бы помочь психотерапевтам, психологам удерживать контакт с пациентом, вести успешную фазу лечения, не терять какую-то связь с пациентом, удерживать его внимание. И вот к этому мы стремимся. То есть, мы используем машинное зрение, мы используем машинное обучение, глубинную нейронную сеть. И мы достаточно далеко в этом продвигаемся сегодня уже. Ответом на этот вопрос, в принципе, ты как-то уже обрисовываешь свои пути в карьере дальнейшей. Но хотелось бы более четко, чтобы ты рассказал о том, чем конкретно ты бы хотел заниматься в будущем. Как ты видишь свою карьеру? Слушай, я бы хотел заниматься автоматизацией, наверное, освоением космоса, автоматизацией либо добычи полезных скопаемых, либо какой-то помощи астронавтам, людям на базах космических. То есть, везде есть что-то, что можно улучшить, автоматизировать, создать нового робота, который будет делать ту или иную работу, заниматься добычей тех или иных ресурсов. И здесь как раз большое применение для моего опыта, для моих знаний и по навигации, и по компьютерному зрению, и по глубинным нейронным сетям. То есть, это уже все то, что мы можем делать сегодня, отрабатывать здесь, на Земле, чтобы, когда придет время, запустить все это в космос. — Я нашла, что ты волонтерил Twin Pounds Center for Disabled. Что это было за волонтерство? — Это была атичная работа. То есть, я помогал ребятам, которые там находятся, с компьютерами. Я показывал им, что можно делать с помощью компьютеров, потому что это люди с ментальными дисабильностью, да, то есть, у них есть какие-то другие ограничения, не такие, как у меня. Но, тем не менее, они могут применять компьютеры для того, чтобы, как минимум, занять свое время, получать какие-то знания, получать ту информацию, которая поможет им в их жизни. И я занимался тем, что показывал им на практике, что могло бы им помочь. То есть, знаешь, когда оказываешься в новой среде, приезжаешь в незаконную страну, быстрее всего как-то понять, чем живут здесь люди, это возможность стать волонтером где-либо. То есть, неважно, для disabled или там помогать животным, но когда ты просто по своей воле общаешься с другими людьми, и ничего за это, кроме эмоций, впечатлений не получая, ты очень развиваешься, очень социализируешься, понимаешь, что важно для людей, которые находятся здесь. Как вообще в целом программисты, программирование, технологии могли бы помочь людям с ограниченными физическими возможностями? У меня дома есть устройство, которое занимается отслеживанием зрачков, глаз, и помогает перемещать курсор мыши в зависимости от того, куда ты смотришь. Это сокращает, наверное, 90% времени, если у тебя большой 27-медиамовый монитор, можешь себе представить. То есть, это очень удобно не только для disabled человека, но и для любого другого, потому что это оптимизация работы, это оптимизация времени. И вот такие вот небольшие устройства, которые недорого стоят на самом деле, но способны облегчить твою каждодневную деятельность, они сегодня на рынке присутствуют в значительном количестве. И перспектив для их развития и для создания чего-то нового в этой отрасли достаточно много, потому что удешевляются компоненты производства, компоненты для создания роботов, для создания устройств голосовой помощи, создания устройств визуальной помощи. И их применение на самом деле гранича на только фантазии. Ты работал все время дома, да? И все твои достижения, начиная с учебы в школе и по сейчас, это в принципе заслуги твоей самоорганизации, твоей самодисциплины. Это то, чего вам не хватает мне, и я думаю, что то, чего не хватает очень многим людям. Расскажи какой-то секрет, свои правила, как ты планируешь, например, свой день, то есть какой-то короткосрочный и долгосрочный, например, если ты хочешь выучить какую-то технологию. Как сделать так, чтобы идти к ней и не сбиваться с этого? Слушай, на самом деле правила очень простые. У меня есть два столбика в программе «Планировщики». Эти два столбика, знаешь, дела на сегодня и дела, которые неплохо было бы сделать в ближайшее время. Есть еще иногда третий столбик, там я записываю свои мысли, которые потом переходят в дела на будущее. То есть, имея вот эти два столбика, ты каждый день видишь список задач, которые у тебя есть сегодня и, знаешь, такой вот маленький момент очищения этого списка, удаления старых задач, оно вообще классно мотивирует, потому что вот ты сделал, это твой ачевмент, как здорово, что вот это ты прошел. Не нужно много ставить задач на день, может быть, там, две-три, это уже хорошо. И вот эти вот два-три маленьких шага каждый день, они тебя, на самом деле, двигают вперед очень сильно. Здорово, да, я обожаю ставить галочки, когда выполняю какие-то дела. Твоя карьера менялась достаточно сильно, то есть ты занимался 3D-графикой, сейчас ты занимаешься машин-лернингом и прочими интересными технологиями. Расскажи, вот, как это менялось, как ты находил себя и что тебя в данный момент больше всего интересует. Спасибо. Знаешь, часто происходило так, что просто замечали мои успехи на каком-то месте и говорили, что парень, ты вот это вот классно делаешь, помоги нам, пожалуйста, еще вот руководить вот этим небольшим, этим небольшим проектом. или там какой-то задачей, которая привлекала участие в большом количестве людей. Так я становился, например, менеджером проекта либо менеджером продукта. То есть все это происходит от малого к большому. Потом какие-то резкие перемены наступили, наверное, просто от от желания или от осознания того, что окей, в этой отрасли ты уже все понимаешь, ты многого достиг, и ты всегда сможешь к ней вернуться, если тебе будет скучно или там что-то не получится. Но вот сегодня происходит какой-то важный скачок, в том числе автоматизации, в разработке искусственного интеллекта, в применении таких систем в повседневных каких-то рутинных операциях. И это настолько интересно, что не приложить к этому руку разработчику ПО, разработчику каких-то систем странно, как минимум. Поэтому было принято решение углубить свои знания еще и в этом, чтобы просто делать эффективнее те продукты, которые ты делаешь, либо получить представление о том, что еще можно делать. В этом и помогает, наверное, высшее образование, потому что ты вынужден соприкасаться с некоторыми вещами, которыми может быть без необходимости ты бы не сталкивался. То есть тебя знакомят с разными предметами, с разными подходами. И чтобы сдать сессию, ты должен все это прочесть, сделать какую-то работу по материалам. Поэтому для этого я здесь, для того, чтобы познакомиться с тем, на что я раньше не обращал внимания, в том числе. Спасибо. Вот в Америке ты находишься меньше года. Чуть больше года. Чуть больше года. Да, точно. Расскажи о том, планируешь ли ты возвращаться в Россию? Слушай, я совершенно открыт к видению будущего, потому что сегодня я не знаю, где я буду после завершения магистратуры. Ко мне уже поступают приглашения продолжить на PHD, потому что нам действительно есть чем заниматься здесь. но я открыт к любому сотрудничеству и я открыт к коммуникациям с любыми компаниями, потому что для меня в первую очередь важно быть причастным к интересному и полезному продукту. Если будет предложение из России, конечно, я буду рад помочь своим соотечественникам. У меня есть вопрос, который, в принципе, как-то собрался из этого интервью. Отвечая на многие вопросы, ты чувствовалась какая-то мотивация, но мотивация как бы она была от миссии помочь другим людям. Например, когда мы говорили про операцию, ты сказал, что твоя миссия была в том, чтобы помочь другим людям приблизить вот эту возможность пересадки головы. но ты не говорил о том, что ты хочешь себе облегчить жизнь, потому что ты в этом тоже нуждаешься, допустим. И точно так же про профессию, про какие-то карьеры, твои амбиции. Ты больше говорил о том, чтобы человечество отправить, например, в космос, потому что скоро не будет ресурсов. Но, в принципе, мы не доживем до того момента, когда этих ресурсов не станет, скорее всего. Правильно? Поэтому для меня удивительно, что ты в меньшей степени думаешь о себе. Откуда вот почему так? И откуда берется такого рода мотивация? Слушай, мне с детства хотелось быть причастным и делать что-то такое, о чем останется память, о чем останется может быть даже хорошее впечатление у людей, потому что делать что-то эгоистичное, оно, конечно, это можно, это просто даже делать, но когда ты делаешь что-то open source, когда ты привлекаешь к этому большое количество людей, когда не ты один извлекаешься от этого выгоду, или даже скорее пытаешься делать так, чтобы какая-то порция была от твоей деятельности для других, вселенная очень помогает на самом деле, то есть происходит движение вперед, которое при других эгоистичных мотивах оно менее мотивирует, менее ощутимо и все, конечно, сводится к, как ты уже упоминала, к гормонам, к эндорфинам, к поделению каких-то гормонов счастья от того, что ты сделал что-то хорошее и это кому-то помогло, это кого-то привело к тому, что он тоже захотел изменить свою жизнь и вот это действительно здорово, мне кажется. Все мы когда-то закончим наше существование и та память, которая о нас останется, какие-то добрые дела, которые будут жить после нас, они все равно тоже когда-нибудь прекратят свое существование. Часто такие мысли выбивают из колеи плюс сложность еще заключается в том, что мы часто должны принимать какие-то решения, которые как-то поворачивают нашу жизнь, а жизнь одна и страшно принимать какие-то важные решения, не знаю, например, уезжать, покидать свою родную страну, уезжать сюда или выбирать какой-то путь развития своей карьеры. есть ли у тебя какие-то такие чувства и что ты себе отвечаешь на такие вопросы? Спасибо за вопрос. Знаешь, что касается того, что все превратится в прах, это все понятно, здорово, но наверное, здесь спасает, как мы уже обсуждали, природное любопытство, и тебе просто интересно знать, как устроены многие вещи, как сделать на базе этих вещей другие вещи, да, и вот это вот выстраивание чего-то нового, как постоянный процесс, оно настолько мотивирует само по себе, что ты даже помня о том, что все это закончится, тебе интересно может быть даже сам процесс, ну, потому что без этого бывает захватывающе, вызывает массу эмоций, знакомств, каких-то впечатлений, процесс это тоже важно, важно, чтобы он был приятным, важно, чтобы он был каким-то комфортным, да, поэтому в моем понимании все мысли о будущем, они сосредоточены в первую очередь на сегодняшнем дне и чуть-чуть о завтрашнем, потому что все, что происходит дальше, ну, оно сильно за пределами нашего контроля и мы, наверное, тратим свое время и свои силы на переживания, которые могут даже не осуществиться. Еще помогает семья, потому что когда ты видишь, как твой сын растет, как твой ребенок делает какие-то первые успехи и как ты понимаешь, что впереди еще много-много всего классного, здоровского, совершенно по-другому смотришь на вещи, смотришь по-другому на жизнь, на будущее, то есть что-то реально переключается в тебя. И в том числе хочешь больше делать и для него тоже. Что касается каких-то сложных, рискованных решений, решение переехать было очень страшно, особенно в моем случае, потому что мы ехали сюда, у нас не было здесь ни родственников, ни какой-то такой серьезной поддержки. То есть мы просто знали, что нас встретят в аэропорту и посерят в каком-то месте, которое относительно пригоден для же я. Все остальное, поиск помощника мне для каждого дня каких-то операций рутинных, каждодневных, что-то еще, нам придется выстраивать с нуля. Но это не пугало, потому что было понимание, что такой шанс дается не так часто в жизни, когда ты можешь просто взять, все изменить и посмотреть, что издал получится. И когда ты минимально знаешь, чего ты хочешь, как к этому пойти хотя бы примерно, то детали, они уже выстраиваются просто по дороге. Ты не можешь спланировать каждый свой шаг. Но ты понимаешь, неразрешимых ситуаций практически нет. Везде есть люди, везде есть те, кто тебе захочет если не помочь, то хотя бы подсказать, как что-то сделать. И поэтому чем больше каких-то рискованных движений ты делаешь, в меру, конечно, тем быстрее и интереснее цель, которая может быть перед тобой. Насколько мне известно, ты содержишь свою семью самостоятельно. Но ведь правда многие люди помогают, потому что практически на ней весь дом на все. Да, но по крайней мере какое-то финансовое обеспечение это со своей стороны. И действительно твоя профессия она позволяет сейчас. Сейчас это хорошо оплачивается и опять же с твоими физическими ограничениями у тебя есть какие-то ограничения, я так понимаю, которые тебе может быть не так легко даются, но тем не менее эта профессия тебе подвластна. Как ты считаешь, может быть какие-то мотивирующие слова или по окончании интервью для людей, которые так же как и ты хотят освоить эту профессию, что им делать? Как обществу дать им такую возможность или как им самим взять эту возможность? Это очень правильный вопрос. смотри, ответ на него может быть достаточно жесткий, потому что, к сожалению, так лучше всего приходит понимание. Мне родители в свое время говорили, что знаешь, с тобой все будет хорошо, пока мы рядом с тобой, пока мы тебе помогаем, пока тебе ничего не нужно делать, но когда-нибудь наступит то время, когда нас не будет рядом, и тебе нужно будет полно взять ответственность за ответственность за свою жизнь на себя. Они мне это говорили достаточно с раннего влогерства, наверное, лет 7-8. Я понимал, что это правда, это время наступит, и мне нужно к этому времени готовиться, и они помогали мне именно готовиться к тому времени, когда эта ситуация произойдет. Меня ознакомили с большим количеством наук, то есть я был готов заниматься юриспруденцией, заниматься другими языками, то есть войти я пришел уже потом, после пропа ошибок в других местах. За это им большое спасибо. Но также важно отметить достаточно жесткие, но правдивые слова, что в России на пенсию ты, конечно, сможешь позволить себе покушать, грубо говоря, но если захочешь чего-то большего, то тебе придется взяться за ум и что-то делать. Для меня это понимание было очень важным и своевременным, и поскольку мне всегда хотелось чуточку больше, чем просто покушать, я всегда стремился к тому, чтобы как минимум мне было достаточно комфортно, у меня было комфортно валютное кресло, комфортный компьютер, хороший, быстрый. Я все это пытался покупать самостоятельно уже после первых лет работы. Это очень мотивирует, и успехи приходят достаточно быстро, чтобы продолжать развиваться дальше. Спасибо за историю, спасибо за то, что ты мотивируешь и расширяешь горизонты других людей, моего канала в том числе, своим примером, и я желаю тебе конечно же успехов, и пускай все твои планы на карьеру и на личную жизнь не исполняются. Спасибо. На этом все, встречаемся в следующем выпуске, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok